Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. 23 декабря 2020 года комиссия по ценным бумагам и биржам США подала самый значительный иск в истории современных финансов. Он затронул наиболее обсуждаемую тему в мировых финансах – криптовалюту. Судебный процесс SEC против Ripple мы называли не просто атакой против Ripple, но и против всего криптовалютного пространства. И сегодня эта история получает то самое долгожданное, но такое нежеланное продолжение. В начале весны 2021-го мы слушали Гэри Генслера, который сейчас возглавляет комиссию по ценным бумагам и биржам США. Он распинался, что комиссия готова исследовать и даже преследовать каждый криптовалютный проект, якобы с целью защиты инвестора, как они это называют. Давай напомню тебе некоторые моменты из этого видео, прежде чем мы обсудим главную тему. Самый большой момент в криптоистории происходит прямо сейчас, и суд против Ripple был только лишь его началом. Биткоин и другие криптовалюты принесли новое понимание платежей в мир финансов. Но они также привнесли и новые вопросы. Например, проблему защиты инвесторов, которую нам все еще стоит решить. Так что я думаю, когда меня подтвердят на должность председателя СЕК и я начну работать с комиссарами, то первоочередной задачей станет как и продвижение новых инноваций, так и защита инвесторов. Если, например, что-то будет ценной бумагой, оно должно подчиняться законам о ценных бумагах. Если есть биржи, которые торгуют ими, нужно убедиться, что у них есть необходимые способы защиты инвесторов в эти ценные бумаги. Так что и продвигать технологии, и защищать инвесторов – это то, что мы будем делать. Не могли бы вы поделиться своим видением и вашим подходом к цифровым активам, но я верю, что прежде всего нужно быть технологически нейтральным. И я говорю это потому, что с появлением новых технологий, криптовалют и потенциально цифровых валют центральных банков, мы все равно не должны забыть о принципах защиты инвесторов и формирования капитала, оставаясь при этом технологически нейтральными. Если кто-то предлагает инвестиционный контракт или ценную бумагу, и есть какая-то биржа, которая работает с этим, то мы должны убедиться, что эти принципы там соблюдаются. И поэтому очень важно для СЕК обеспечивать регулятивную ясность. И иногда эта ясность только в плюс, но даже если нет, она все равно важна и необходима. Это касается и о том, как хранить их цифровые активы. Защита инвестора выходит за рамки просто хранения активов, но также подразумевает очищение рынков от мошенничества и манипуляций. Я не думаю, что СЕК позволит множеству ICO соскочить так просто. Я думаю, они напугают рынок и заставят его быть послушным. США в лице СЕК 3 сентября 2021 поставила криптовалюту под прицел. Следующим после Ripple станет Uniswap. Не слишком хорошие новости, не так ли? Крипто-сообщество продолжительное время задает вопросы комиссии. Где же Bitcoin ETF? И вправду, сколько заявок было подано инвестфондами в СЕК, а Bitcoin ETF до сих пор не одобрен. Где регулятивная ясность, которую мы просим годами? Где, где, где? Все, что мы получаем, это расследование и преследование. Если мы хотим финансовой свободы, наша защита должна носить атакующий характер. Нет ни одной параллельной вселенной, в которой СЕК не преследовала бы такой инновационный проект, как Uniswap. То, что это, наконец, произошло, не так интересно. Интересно вот что. Может ли СЕК сформировать какие-либо юридически согласованные обвинения? И могут ли подобные действия со стороны регулятора повлиять на протокол Uniswap? Я хочу отметить тот факт, что исследование и преследование криптовалютных протоколов со стороны официальных регуляторов на самом деле весьма позитивен для нас. Потому что это показывает, что революционная технология, которой является криптовалюта, готова расстроить всю существующую финансовую систему. И последняя этого боится. Она воспринимает нас как угрозу. Давай попробуем разобраться в том, что происходит и что это значит для нас, криптохолдеров. Я расскажу все, что тебе нужно знать об этом деле. Но сначала не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Нас уже скоро 210 тысяч. Спасибо за поддержку. Начнем с того, что такое Uniswap. Это децентрализованная криптовалютная биржа, сокращенно DEX. DEX позволяет людям обмениваться криптовалютами напрямую друг с другом без централизованного посредника. При этом твоя криптовалюта все еще принадлежит тебе, ведь ключи от кошелька не хранятся на бирже. Они хранятся где-то у тебя в блокнотике. Вот почему не нужно хранить свою криптовалюту на централизованных биржах. В свете того, что централизованные биржи подвергаются атакам регуляторов по всему миру, децентрализованные биржи набирают свою популярность. Да, видимо, настолько, что США заинтересовались ими и теперь расследуют одну из самых популярных и крупных децентрализованных бирж Uniswap, чей протокол основан на блокчейне Эфириума. Uniswap также является ключевым и основным игроком в сфере DeFi, децентрализованных финансов, которые представляют собой полную противоположность централизованной финансовой системе, в которой мы сейчас живем. Нужно также понимать, что Uniswap это не только децентрализованный протокол, но и централизованная компания под названием Uniswap Labs. Комиссия SEC теперь расследует Uniswap. Согласно отчету, WSJ под проверку уже попала команда Uniswap Labs, а это разработчики децентрализованной биржи Uniswap. Как мы видим, Uniswap становится целью номер два после Ripple для комиссии по ценным бумагам и биржам США. DeFi и Uniswap это один из самых инновационных и технологических проектов, созданных американской командой за последние десятилетия. Фактически это переизобретение финансовой системы с исправлением всех косяков архаизма, известного как фиатная валюта. США должны были дать медаль создателю Uniswap за это, но вместо этого он попадает под прицел преследования регулятора. Мы живем в финансовой тюрьме. Как можно вообще преследовать децентрализованный протокол, спросишь ты. В этом риторическом вопросе и скрывается настоящая цель происходящего. Они пытаются передать нам сообщение. Если они смогут достать Uniswap, децентрализованную биржу, значит они смогут достать любого в мире децентрализованных финансов. Просто вдумайся в эти слова. Если им это удастся, они смогут дискредитировать всю идею децентрализованных финансов. Фактически одним выстрелом сразу двух зайцев. Мне нравится то, как описывает ситуацию активный разработчик DeFi и создатель BullenFund Марк Джеффри. Он пишет. Uniswap воплощает все самые хорошие черты Америки. Техно-лидерство, инновации, невероятные успехи, массивные прибыли. Все довольны Uniswap, никто не жалуется. SEC не защищает нас, нападая на Uniswap. Они защищают кого-то другого. Понятное дело, кто-то другой – это старая финансовая система. Один из создателей криптовалютной биржи Kraken комментирует. Это спектакль. Цель – затянуть гайки, а не защищать потребителя. Крупные проекты привлекают больше внимания средств массовой информации, а значит можно передать свое предупреждение громче. Законные, а отечественные проекты с известными лидерами проще атаковать и свергнуть. А вот расследовать настоящее международное преступление куда сложнее. Действительно, правительственные институты власти не могут бегать за каждой мелкой сошкой в этом пространстве. Им проще атаковать крупнейший проект в криптоиндустрии. Какое же сообщение они хотят передать криптомиру? Если нам удастся достать Uniswap, то достать вас труда не составит. Интересно то, что такое стремление регулятора спасти нас от децентрализованных финансов может привести к тому, что все честные люди, которые хотели бы создавать в этом пространстве какие-то продукты, могут просто передумать это делать. Зато вместо них появится целый ряд полностью анонимных разработчиков, которые будут создавать свои продукты, игнорируя все опасения регулятора и все его правила. Кажется, что действия SEC могут привести к совсем противоположному эффекту. Третий закон Ньютона во всей своей красе. Стоит ли нам, как пользователям криптовалютных продуктов, в том числе Uniswap и DeFi, беспокоиться? Во-первых, Uniswap это децентрализованная биржа, что означает, что ее протокол отвечает только лишь своему собственному коду, а не какому-то там регулятору. Во-вторых, отчет об атаке против Uniswap не должен никого удивлять, особенно тех, кто слышал речи Генслера. Еще в марте мы говорили о том, что Генслер во главе SEC пойдет не только за Ripple, но и за всем остальным в криптопространстве. Также расследование и проверки это еще не обвинение, а сбор информации всего лишь. Поэтому паниковать не стоит. Кстати говоря, никогда не задумывался, сколько существует децентрализованных бирж, а их оказывается очень много. На Фантоме, на Полкодоте, на Тере, даже на Кардана, Аваланче и так далее. Очень-очень много децентрализованных бирж. Атака SEC против Uniswap натолкнула меня на мысль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США это серый волк. В этом курятнике. Вопрос, какую курицу он укусит следующий. Мы будем следить за тем, как будут развиваться события дальше, ведь все это только начинается. Напиши свое мнение по поводу происходящего в комментариях под видео. Также не забудь подписаться на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Поделиться видео с друзьями, комментировать и, конечно же, богатеть. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok